всех приветствую мое родное любимое сердце моим дорогие христолюбчики все братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого хорошего вашей жизни сегодня у нас такой ролик о пророках о книгах точнее пророков ветхого завета поводом к его записи этого видеоролика у меня явилось то событие что на канале христолюб и библии чтение написаний на день выхода этого ролика сегодня 8 января 2020 2020 года но еще до нового года за несколько дней до него практически я закончил записывать все практически все ну можно сказать все исторические книги ветхого завета и в том числе за декабрь я записал все учительские книги ну вот они у меня на канале собраны то есть мы с вами кто со мной вместе прошел этот путь я вами горжусь мои герои веры мы с вами прочитали книгу бытие исход левит числа сколько четыре да у нас второзаконие ну ладно читать не будем иисуса на вина судьи кто понимает это все исторические последовательные книги до книги ветхого завета от сотворения бога неба и земли и все что на них и заканчивая чем последним пророком малахи где будет сказано в последней главе в последнем стихе что перед днем пришествие господа иисуса христа бога на землю будет явление кого его предтеча иоанна который есть одно лицо с ильей и святяниным пророком ветхого завета до судьи после иисуса на вина книга руль а про бабушки давида четыре книги царств и две книги при поминон кто уже посмотрел тот знает что это просто как и евангелие как у нас четыре евангелия это книги однако не по сути это одна евангельская история это история или повесть реальная повесть или как как фильмы на реальных событиях основаны евангелие это книги повествующие нам о реальной жизни и учении иисуса христа но четырьмя разными авторами кто писал книги царств нам вообще не известно один ли автор или нет но книги про лапамен он первыйité параллель поменон это первые две книги царств давайте я подотру это уже ничего не видно про這 геном первая и первые книги две царств это одно и тоже и вторая книга параллель поминон это вторые две книги coloured старт одни и те же события описаны тоже разными авторами Ну, в принципе, в Евангелии тоже очень много, кто знает, да, похожего. Ну, а книги «Параллипоменон и царство» почти один в один, только в «Параллипоменоне» все меньше. Потому что, по сути, сами можете понять, что в одной книге описаны две книги, а по объему это одна каждая книга «Параллипоменон» равняется лишь одной книге царств, да. То есть, естественно, события в два раза сжаты, да. То есть, по сути всего, у нас вот, мы с вами читаем, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числов», «Второзаконий», «Суснавин», «Судьи», «Руфь» и четыре книги царств. Почему я сегодня это говорю, если мы с вами хотели поговорить, я хотел поговорить о пророках. Ну, потому что я вообще, знаете, с людьми, с невежественными я не люблю спорить. Разговаривать, да, я люблю всех людей, пытаюсь со всеми общаться, кому-то что-то объяснить, кто что-то не понимает. Ну, когда мне пытаются доказать правду матку, и я общаюсь с людьми, люди даже не то, что там что-то понимают, люди даже никогда не читали этих же самых книг, вот. Ну, конечно же, у меня разговор короткий обычно с этими людьми, я просто прерываю общение, ну, потому что смысл какой-то. Какой спорить с человеком, который, знаете, как есть пословица «не знал, да еще и забыл». Вот очень хорошая фраза, она очень часто к людям подходит, да. Вот, и когда меня пытаются переубедить человека в правде матки, моих мировоззрений, на основе Библии, Слово Божьего, я говорю, ты вот его Словом Божьим, у тебя язык поворачивается его называть. Ты читал это Слово Божье от начала до конца? Как выясняется, нет. Спросишь там, это читал книгу? Нет. Это читал? Нет. Это читал? Нет. Меня человек пытается доказать, что Библии – Слово Божье. Я говорю, слушай, ты тогда почитай сначала, хочешь один, хочешь со мной, потом позвонишь мне, поговорим с тобой об этом, да. К чему я говорю о пророках? И так как в моей жизни произошло это событие, на канале я все эти книги зачитал, естественно, после этих книг, перед пророческими книгами, идут книги так называемые учительские, но они «Псалтырь», «Притча», «Экклезиаста» и «Песнь-песнь», хотя «Песнь-песнь» никакой учительской не является, ну, ее кто так называет, кто нет, поэтому я ее сейчас так назвал, не суть важна. Ну, как минимум три книги «Псалтырь», «Притча», «Экклезиаста». Сейчас речь идет, конечно же, о канонических книгах, я надеюсь, вы догадались, кто в курсе, кто нет, но тогда я еще раз об этом говорю. Ну, и «Песнь-песнь», ну, и кто знает, это просто, в принципе, каноническая последовательность, я ее, так скажем, здесь сейчас придерживаюсь, поэтому о ней говорю. И вот эти вот, ну, три учительских, хорошо, и одну непонятно какую, «Песнь-песнь», потому что непонятно к какой ее вообще области отнести эта книга. Она и историческая ее нельзя назвать, и учительская нельзя назвать, и непророческая она никакая, да. Кто знает, вы скоро ее прослушаете, как скоро, летом, да. Сейчас вот зима у меня, начало января. И я к чему это говорю-то все, что да, я-то закончил, но так как я на канале выкладываю ролики постепенно, по премьерам, я специально это сделал, у меня теперь есть небольшой запас, я могу спокойно трудиться, никуда не торопясь, потому что с такими вещами тоже нельзя на скорую руку заниматься. Благодаря, наверное, возможно, вот этой же самой «Псалтыри», «Псалмам», кто знает, да, они есть очень коротенькие, за счет того, что я их записывал, не то, что я там спешил или как из пулемета их строгал, там, нет. Я их делал, записывал, естественно, с толком, как это говоря, с рассуждением, да. Но их много, некоторые были, кто знает, есть «Псалмы» вообще в одну строчку, причем «Слава, слава тебе, Боже», и все, вот. Я специально их поставил каждый на один день, и на сегодняшний день, вот я говорю, на начало 20-го года, 21-го века, у меня на канале «Христолюбиблия» получается полугодовой такой резерв, запас, потому что последняя песня-песня книга выйдет, по-моему, в конце июля. То есть уже все премьеры, кто видел на канале, распланированы, каждый день выходит ролик. То есть я спокойно продолжаю работать, да. Начало января, вот сегодня 8-ое число, я, в принципе, посвящал вот каналу «Христолюб проповеди», вы знаете. Вышли определенное количество новых роликов, и заодно я потихоньку готовлю пророков. И, в принципе, уже, возможно, сегодня этот ролик как раз на проповеди немножко, так скажем, последний будет на некоторых период, и я переключаюсь опять на запись пророков. И, в общем-то, кто знает, на сегодняшний день, я говорю, на 8-ой, ну, на начало 20-го года, 21-го столетия, на 1 января 2020, вообще у меня основная цель в жизни, так скажем, микроцель, мечта, я ее называю, да, потому что все может и не осуществиться. Желание мое и все мои усилия, все свои духовные и телесные силы я бросаю на то, чтобы записать целиком Ветхий Завет на канале. Поэтому с завтрашнего дня я начинаю, ну, продолжаю записывать книги Ветхого Завета, и начинаю, в частности, с пророков, и в частности, с пророки Ионы, да. Если вы заметили, то, вообще-то, я пропустил три книги, да, и вот это Эздор, Неиме и Эсфирь, но я пропустил их именно потому, потому что все пророки, книгу Иов тоже отдельным рубежом, и несмотря на то, что в каноне она идет после Песнь Песней, я ее записывать не ставил, я ее оставлю на самый последок, на конец. Ее ни к чему привязать нельзя, она непонятно откуда, так скажем, да, непонятно, как она затесалась, непонятно, какого она времени, вот, поэтому ее хоть и поставили, почему-то кто-то, вот, решил вот сюда, вот, я считаю, что ее место здесь, но даже у себя, вот, в этой последовательности на сайте я решил ее оставить там, где она, вы видите, находится, да. Почему Эздор, Неиме и Эсфирь я пропустил? Ну, потому что, вот, все вот эти вот пророки Иона, я вам их перечислю, Амос, Осия, Наум, Иоиль, Авдий, Михей, Авакум, Сафония, это так называемые малые пророки, еще малые Агей, Захария и Малахия, и большие пророки, великие пророки, Исаия, Еремия, Иезекииль и Даниил 4, просто у Еремии у нас получатся две книги, это Еремия и Плач Еремии, то вот малые пророки, которых я вам вот этих вот перечислил, Почему разбиты, опять же, малые, так непонятно, да, кто видит, у меня хоть и столбик именно, но вот змейка идет, да, то есть идет, ну, так, сверху вниз, первый столбик, второй, все, вся Библия имеет историческую последовательность, об этом никогда не забывайте, поэтому все вот эти вот псевдо-христианские учения, извращения, ересь, как я называю, как их все называют друг друга, да, они построены, как я всегда говорю, это мое личное убеждение, которое от опыта, наблюдений, первая причина самая, это на вырванных стихах из контекста, хоть ты тресни, вот первая самая основная причина, это когда просто все учения, вот Библию открывают, как я говорю всем, лохотрон хотите, но я его называю лотерейным барабаном, Библию, да, для таких людей, она лотерейный барабан, реально, который знает, крутит, у меня почему-то воспоминания какие-то, со спорт лото или еще что-то, и оттуда достают вот эти стихи, разворачивают и говорят свой проб, то есть, знаете, это можно любому дать, даже ребенку, вот произнеси стих, и что ты думаешь спросить, вот порой мне проповеди очень многих, даже известных проповедников напоминают именно вот такой вот принцип, и такой вот сюжет, если хотите образ, что он действительно просто Библию так листает, как некоторые говорят, что когда ему что-то там надо, откровение какое-то, или он ищет ответ на свой вопрос, он тоже Библию открывает на любом месте, читает и находит ответ на свой вопрос, но, к сожалению, это беда, это беда, потому что Библия, это книга последовательная, вот, и, к сожалению, может быть даже, ну, я вот не знаю, вот это неправильно, я здесь сделал, но я это, кстати, сделал по совету, по-хорошему, даже вот вы меня на экране видите, по идее, Ветхий Совет должен идти, конечно же, впереди, и что он у меня на главной странице, которая называется Библия, да, я вот назвал пророки, хотя сегодня вам много буду именно прям в общем о Библии говорить, но все-таки назвал пророков, да, вот, что, кстати, что вот здесь у меня в меню, да, то есть меня убедили, что все-таки первый должен идти Ветхий Завет, ой, Новый Завет, а потом Ветхий, хотя я не согласен, так как здесь минус скрытая, я, может, все-таки поменяю местами, несмотря на советы, вот, все-таки сначала должен Ветхий идти, несмотря, да, на важность Нового Завета, и что действительно, познав истину, не обязательно читать даже Ветхий Завет, хотя я не представляю, как можно познавать истину и Новый Завет без прочтения хотя бы книги бытия, поэтому Ветхий Завет я бы поставил все-таки вперед, Новый назад, да, и вот в этом своем, которое у меня уже на страничке Библия находится, все мои книги тоже, ну, не мои, а библейские книги, да, я бы и здесь надо мне вот эти вот взять все-таки и Ветхий Завет, вот этот все книги поместить вперед, а уже все Евангелие поместить правее, да, вот, потому что вся Библия, кто понимает, это не просто набор книг, хотя это книги, это не Слово Божие, терпеть не могу, когда ее так называют, это Писание, на ней так и написано, Библия, библиотека, отсюда русское слово, это собрание книг, сборник книг, сборник Писаний, в котором есть Слова Божие, где их нету, где они подменены, где искажены, это Писание, там много чего есть, да, вот, поэтому надо понимать, что книга или Библия, да, сборник книг, начинается сотворение неба и земли и заканчивается книга Откровения последней главой, последними стихами, где Бог творит новую землю, новое небо, в этом она уникальна и великолепна, в отличие, кстати, от всех писаний, подобных там, религиозным, начиная с того же самого Корана, если его учитали когда-нибудь, телеведы, вы убедитесь в ихней вот этой вот неструктурированной анархии, да, ну, хотя это два слова, это автологично в одном словосочетании употреблять, но я его употребил как святая святых, знаете, вот действительно анархаичная вот эта несостыковка, вот эта весь непоследовательная анархия, да, вот этих всех писаний, она действительно сразу бросается в глаза, и Библия, сборник книг последовательно собранных, пусть с ошибкой, может, где-то непонятно куда, какую книгу приблизительно поставить, какой у пророк, раньше он жил или чуть позже, но приблизительно Библия собрана от книги бытия до книги откровения Иоанну о последних временах, я говорю, и о творении новой земли и новом небе, вот это действительно ее чудо, ее великолепие, ну, я говорю, я назвал пророки ролик, ну, в принципе, я дам сегодня кое-какие рекомендации опять по чтению, ну, а пророк просто хотел сказать, я, знаете, я думал просто на этом канале записать такое предисловие, перед тем, я на канале Библия, все-таки помимо плейлиста, заведения нового плейлиста под каждую новую книгу, как я это делаю, в разделе, в общем, Ветхий Завет, я все-таки решил сделать еще один общий плейлист, как у меня есть плейлист Ветхий Завет, в котором все вообще, все книги напиханы, помимо того, что они по плейлистам разбиты, есть один общий плейлист, чтобы им можно было поделиться, где вообще все книги вот так, но там, правда, уже больше 500 роликов, это вообще, да. Я хочу и пророков сделать, помимо всех, естественно, под каждую книгу отдельный плейлист, неважно, сколько там роликов, может, даже один будет, если это маленькая книга Малого Пророка, или это будет большой плейлист, типа Пророка Исаии, где 66 только глав, и неизвестно, сколько роликов получится, потому что, вы знаете, я пишу далеко не по главам, а так, как считаю правильным, бывает это больше одной главы, бывает намного меньше, бывает несколько роликов, может дойти до пяти роликов на одну главу только, да, чтение, вот, при этом не вырывая, в смысле, там, перескакиваю, а все последовательно читаю, да, вот, но все-таки я думаю, что общий плейлист Пророки завести и дубляжом туда их тоже собирать, да, эти все книги, потому что, конечно же, вы знаете, я всегда пишу предисловие-послесловие, в принципе, книгам, и вы знаете, к книгам пророческим надо тоже сказать свое предисловие и послесловие, наверное, я думал сейчас на канале проповеди записать такое пробное предисловие, но потом я подумал, конечно, от того, что вы его сейчас увидите, я его через несколько дней опубликую после записи, а смотреть Пророков в реальности вы начнете когда? Ну, только с августа месяца 2020 года, но сейчас я их начну записывать. Когда-то я предполагал, что, может быть, я книги пророческие пущу параллельно книгам, вот этим, которые вы сейчас, сейчас вы, в частности, Псалтыр на сегодняшний день смотрите, но потом я передумал, я думаю, что пусть так и будет дальше идти, будет продолжаться выход этих роликов, и я даже и Пророков пущу последовательно, и пусть чуть-чуть опережает, у меня будет всегда запас работать над каналом проповеди, над каналом лайф, над сайтом, и дальше над апокрифами, кто знает, планы у меня там грандиозные, да, над преданием, вот, поэтому я буду их выпускать последовательно, публиковать, вот, с большим, получается, уже таким достаточно запасом времени, отсрочкой, да, и поэтому, в принципе, этот ролик, как бы, немножко бессмыслен, потому что на день публикации первой книги Пророка, и он, и мы с него начнем, естественно, сегодня я скажу, почему, этот ролик уже, который вы сейчас смотрите, будет, в принципе, неактуален, потому что я, скорее всего, все-таки за пару, за, ну, рассчитываю месяца за три записать всех Пророков за четыре, ну, то есть к лету, и просто я предисловие очень часто пишу после прочтения книги, чтобы самому на новых свежие, такое, переживание этой книги, тем более, когда ты не просто сам изучаешь, вот, а когда ты еще сам записываешь все вот это, это опыт вообще непередаваемый, и ощущение, и познание, которое тебя Господь открывает, можно только опытом узнать, поэтому я вам могу так приблизительно что-то на словах говорить, то, конечно же, я стараюсь вот это предисловие записать после книги, и, соответственно, общее предисловие ко всем Пророкам я записывать буду после прочтения всех Пророков, померить чтение, я буду себе делать пометочки, что я хочу сказать в этом, какие желания у меня будут появляться, да, мысли, что сказать в предисловии, вот к этим, к такому большому блоку прослушивания, ну, чтения или прослушивания, вы все вместе, я надеюсь, будете делать, и в тексты посматривать, и меня слушать. Я, конечно, буду делать всякие пометочки, и потом это все постараюсь в предисловии озвучить, потому что я это буду перечитать, перечитывать, готовить, потом записывать, кто знает, после записи еще у меня идет корректировка окончательно тех мыслей, тех откровений, тех ошибок, которые я увидел, что-то там подправить, вот, и все это, естественно, я потом буду озвучивать, да, и получается, что, в принципе, нормальное предисловие к открытию и к публикации первой книги Пророков Ионы, книги Ионы Пророка, да, оно уже будет, поэтому я решил ролик все-таки сказать просто свои, все-таки канал проповеди, он у меня такой средний между лайвом и чтением писаний, да, это проповеди, это слова, где я говорю в свободной форме, достаточно растянута, кто меня знает, да, ну, есть то, что есть. Ну, и, по сути, видите, ролик превращается в такое опять обозрение Библии, каких-то советов, рекомендаций и мыслей. Но я все-таки скажу, и плюс вы знаете, к чему, почему все-таки мысль о Пророках останется, какую цель я преследую, чтобы к тому времени, когда вы начнете вместе со мной слушать и читать книги Пророков с августа месяца 2020 года, вы все-таки, может быть, нашли время, если есть желание, без этого никуда, это прежде всего, может быть, вы что-то уже сами почитаете, и я дам сегодня некоторые рекомендации, потому что это очень важно, да, то вы будете воспринимать информацию уже ту, которую я буду, так скажем, подавать через свое сито, да. Важно очень тоже самому как бы почитать, познакомиться, вникнуть в эти книги, чтобы иметь какое-то свое субъективное действительно мнение, впечатление, простите, потом его сравнить уже с моим, да. Поэтому я все-таки сегодня скажу то, что скажу, потому что если вы действительно примете решение что-то без меня почитать, я вам дам такую первичную рекомендацию, да. Во-первых, я говорю, без Ветхого Завета, без прочтения вот этих вот самих книг, я вообще не понимаю смысла читать Пророков. Просто не понимаю. Потому что все вот эти Пророки, начиная с Ионы, ну, первые две книги, царств, так возьмем, это и есть вот эти вот, Псалтырь, Притча, Экклезиаст. Хотя, кто знает, и со мной уже прослушал, ну, вы где-то сегодня на 17-м Псалме, поэтому вам еще большой путь предстоит, но даже несмотря на то, что все вот эти вот Псалтири, надо понимать, что все вот это вот, сейчас я вам буду где-то, где этот карандашик, что все вот эти вот, это вот сюда вот. Потому что первое, царств, и второе, это Саул и Давид, причем Давид есть и в первое, и в второе. Саул, первая книга царств, так скажем, Давид, вторая. То есть, по сути, даже Псалтырь, Притча, Экклезиаст, это даже не в первой, мы ее вот и замулюем. Это все относится ко второй книге царств, то есть, до нее еще и дойти надо. Какой смысл вам читать Псалтырь, если вы не знаете, кто это написал? А как выяснится, Псалтырь – это далеко не Псалмы Давида. Далеко не Псалмы Давида. И как выяснится, собирали их после. Собирали их те, которые находились где уже? А вот здесь вот они. А это уже все после книг царств. Это надо понимать. И ведь Псалтырь, тот же самый Давид, называется же пророком. Соломон, его сын, называется тоже как бы пророком. По идее, притчи, экклезиасты, песни, песней, по идее, приписывают Соломону. А жизнь этого человека описана нам лишь в третьей книге царств. Принапомяну, забудем про них. Представьте, что их нет. Это все то же самое, что и царство. Ну и кто не знает, кто смотрел, кто нет, я все-таки расскажу. Не забывайте, что на четвертой книге царств это кто? Это пленение, известное вавилонское пленение. Почему и вот эти все Эздор не имеют, это уже плен. Почему очень важно это понимать. И поэтому, кто в курсе, а кто нет, кто, надеюсь, хоть как-то понимает, или что-то станет понятно после того, что я сегодня наговорю, то все вот эти вот пророки Иона, Амос, Осся, Наум, Иоиль, Авди, Михей, Авакум и Сафония Малые, Исаия, Еремия, Езекиил и Даниил, все эти пророки относятся ко времени вот этой вот лишь одной книге. Ну, максимум вот так я нарисую, половинкой, это я не зачеркиваю царство третью, но максимум хотя бы с половинки, потому что половина книги царств уже посвящается, кто помнит, первая половина эта посвящена как раз вот Соломону, и вот эти вот три книги, притчи, экклезиаст и песнь песней мы можем отнести вот к этому, к первой половиночке царства, третьей книги царства, да, где нам описана жизнь Соломона, то вторая часть книги, третьей книги царств, это уже разделившееся, вы помните, израильское иудейское государство, где сын царя Соломона уже не удерживает его, да, будучи жестоким человеком и властолюбивым, и сластолюбивым, и евреи разделяются на два государства, на два еще, так скажем, народа внутри себя, да, и вот именно с этих времен, так называемых царей, царство, понимаете, что такое царство, цари, хоть и попроще, чтобы, времена царей, еще раз скажу, может быть, кто не знает, первая книга царств, по сути, Саул и Давид, ну, Саул как, так скажем, первый царь, хотя они там все время вместе с Давидом нам показаны, вторая, Давид, половина третьей книги царств Соломон, из третьей по конец четвертой, даже их перечислять сейчас нет смысла, разные-разные цари, все время правившие по 10, по 20, по 5, по годику, по 50 лет, это достаточно большой период времени описанный. Поэтому, если хотите, ту же самую псалтырь мы относим первая и вторая книг царств, где жил Давид, притчи и песни это третье царство, а уже вот эти все, ну, третья опять с половинкой не так я начертил, да, а уже все остальные, вот эти, Иона, Амус, Осия, Наум, Иоиль, Авдий, Михея, Авакум, Сафония и большие пророки Исаия, Еремия, Иезекииль, Даниил, и то, Даниил-то, уже и непонятно, как его брать, но можно брать, это и есть переходный момент, кто знает, он именно в плену в Вавилонском уже был, да, то есть, по сути, такая переходящая книга, да, вот, это все относится вот со времен второй половинки третьей книги царств и четвертой книги царств, именно поэтому мы так их читаем, все это очень важно понимать, и вот эти как раз Эздор, Неймия и Эсфирь, это уже, кто знает, это там священники, наместники, как угодно их назовите, все это во времена пленения, причем та же самая Эсфирь, это вообще уже персидское пленение, то есть, у нас только Эздор, Неймия, которых мы можем, и получается, вот эти вот пророки, три малых, они вот к этим временам относятся, Эздор и Неймия, а по-хорошему бы и Даниила к ним захватить, вот как все это получается, Эсфирь, она вообще, кто знает ее, тоже не знает, как признавать, не знает, куда приписать, и что с ней сделать, и как все это правильно, кто, и вообще непонятно, из-за исторического признавать, но она действительно входит в канон, в принципе, я считаю, что все эти события реально, реально происходили, читая эту книгу, мы потом узнаем с вами о 8 марта и так далее, вот, так что вот так вот, так что вот так вот, ну и плюс, вот, да, эти книги, Эздор не имея сфирь, кто знает, в них мало мы найдем пользы, именно поэтому я выбрал такую последовательность, такую структуру, что мы действительно с вами прочитали все вот эти, ну вот так их обведем до паралимпоминона, все исторические книги, потом мы читаем, прочитали с вами типа учительские, хотя они такие же пророческие, их можно отчасти назвать, но там не описана, так скажем, жизнь, да, там эти псалмы, да, мы там пытаемся из них эту мудрость выбрать, и пошли, ну, и, увы, я опять зря захватил, что ж такое, и пошли у нас все книги пророков, и мы специально их дочитаем все до конца, даже до Малахи, и казалось бы, на этом ветхий зайд должен закончиться, но мы, чтобы перейти к канонейским книгам, почитаем как раз Эздор не имея и эсфирь, именно по той простой причине, что Эздора и не имея уже не так важны, мы, конечно, почитаем, потому что именно эти пророки были во времена вот этих вот там священников, так скажем, наместников, вот, эсфирь как раз, это уже персидский плен, под вопросом большим ее даже каноничность, реальность исторических этих событий, тут же мы прочитаем Иова, потому что она уже непонятно, действительно, она вообще к еврейскому народу никакого отношения не имеет, и мы с вами переходим к неканоническим книгам, но это так в общем, что касается, еще раз поговорим мы о Библии, да, о структуре, и теперь приходим, в частности, к пророкам, вопреки тоже стандартным канонам, я все-таки поместил книгу Ионы, хотя сам он по времени немножко позже, но книгу Ионы я буду читать первой из всего корпуса пророческих книг, сейчас для затравочки скажу почему, потому что эта книга, единственная книга из всех пророков, где не придется оправдывать Бога, эта книга идеальна, ну, кто знает, я из Библии выделяю всегда несколько, так скажем, вот именно книг, так и скажем, да, которые идеальны, ну, тоже очень субъективны, идеальны, понятно, вы все знаете, что Библия писалась людьми, переписывалась людьми, переводилась, перетолковывалась, до нас дошла неизвестно в каком варианте, в виде, так скажем, истины, да, на сколько процентов от истины, но человек, каждый человек на свете должен прочитать и перечитывать первые три главы книги бытия, книгу пророки Ионы, а это всего четыре главы, чтобы вы не пугались, очень простые и понятные, причем кардинальное отличие этой книги, Ионы, от всех остальных пророков, это диалоговая книга, это книга, почему ее даже именно по этому только критерию можно отнести к книге бытия, к первым трем главам, где описано сотворение неба и земли, где описано грехопадение человека, и, естественно, это Евангелие, ну, естественно, всех четырех авторов, да, то вы увидите незримую связь книги Ионы между всеми этими событиями. Книга Ионы, это точно такая же книга, но она, во-первых, как все исторические, я говорю, начиная с той же самобытие, где описана именно история, события, диалоги, поэтому она очень похожа на эти вот исторические книги, естественно, она такая же, как и Евангелие, это раз. Ну, и за духовный глубокий смысл скажу вам. Что такое книга Ионы? Давайте мы прям к ней обратимся, и я вам здесь прям сегодня, хотя, казалось бы, может быть, это лишнее для рамок этого видео, но я все-таки хочу зачитать то предисловие, которое я сам написал к ней. Иона Пророк – это книга Библии, одно из самых замечательнейших писаний Ветхого Завета. Вы знаете, как я отношусь к писаниям, и от меня не особо дождешься безупречного похвалительного слова, тем более Ветхозаветному писанию, да и о новозаветных вы знаете, да? Которое по праву должно занимать первое и главенствующее место среди всего корпуса Ветхозаветных пророльских книг. Эта книга еще до явления Бога во плоти негласно называет нам имя Творца и открывает его сущность, которой есть абсолютная и совершеннейшая любовь. Эта книга раскрывает нам тайну третьей главы книги Бытия, в которой повествуется о грехопадении первых людей, что все могло бы быть иначе, человечество могло бы пойти по иному пути развития самопознания и познания Бога и Его творения. Если бы прародители откликнулись на Божий отеческий призыв к покаянию, но, увы, обвинив создателей всех вокруг в своих грехах, Адам с Евой избрали иной путь, путь скорбей и страданий, болезней и смерти, через потерю рая и бессмертия всего Богом созданного. Почему так? Давайте кратенько пробежимся по содержанию книги. И вы знаете, вы видите, здесь добавлен у меня ролик, потому что не так давно уже, может быть, год назад, так как у меня, казалось бы, еще нет этой книги собственного прочтения, но с сестрой Викулией, моей дорогой и любимой, давно с которой мы уже поддерживаем христианскую связь, брата и сестры, мы с ней как-то, кто знает, на канале Христолюб Беседы, мы, я приглашал, мы читали и Новый Завет, и вот даже кое-что из Ветхого. Я не помню почему, то ли Вика изъявила желание, мы прочитали с ней пророку Иона, ну, естественно, целиком за один раз. К сожалению, там случился конфуз, я игрался с микрофоном, так скажем, выключал звук, чтобы не шло эхо, лишний раз записи, и забыл его включить. Пол записи было без звука, мы потом перезаписывали, я его монтировал, что-то по два раза говорил, ну, ничего страшного, да. Вот, вы этот ролик сможете найти, естественно, в плейлисте на канале Христолюб Библия, найдете Ветхий Завет раздел, найдете книгу Пророка Ионы, и найдете там этот ролик, он добавлен. И вы можете посмотреть, если уж вам интересно все-таки послушать, что я говорю. Вот, Викуля в основном читает, чтобы я отдыхал, да, я в основном комментировал. Пожалуйста, можете, пока все равно еще, говорю, не лето, вы можете после этого ролика все равно с этой книгой познакомиться вместе со мной. Она там найдете. Если не найдете, пишите всегда в комментариях, в личку, я всегда дам прямую ссылку на то, на что ссылаюсь в своих вот словесных записях. Да, или в комментарии вам сброшу, или еще что-то. Вот. Что такое книга Пророка Ионы? Это не просто речь одного пророка в никуда. Как я уже сказал, это историческая книга, описывающая события, причем радиологии, именно людей, да. Я вам вкратце перескажу. Некий пророк, к нему голос Бога, да. Есть такая в то времена Ниневия, крупное государство, ну, Ниневия не само государство, это город. В крупный город, это столица, да, посылается пророк. Причем в языческий город, можно сказать, да. Посылается пророк от Бога. Он туда не идет, он слышит голос Божий. Что ему Бог говорит? Встань, иди в Ниневии, в город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния вы дошли до меня. Пророк этот убегает от лица Господа, они уплывают на корабле, попадают в шторм, тонет, его выбрасывают, он сам об этом просит, что это за него постигла их такая участь, чтобы все не погибли, его выбросили, его выбрасывают за борт. Правда, люди хорошие, они ему этого не желают, сто раз не хотят этого делать, он их уговаривает. Его проглатывает кит, это все вполне возможно, об этом я буду, естественно, говорить. Он его обратно выплевывает на берег, и он их все понимает, и все-таки не противится воле. Божий, наконец-то, идет в город и проповедует, все, что город, если они не покаются, будет разрушен, да. Еще сорок дней, и Ниневея будет разрушена, говорит пророк Иона. Люди в этом городе, все от мала до велика, даже до царя, одеваются во вретище, посыпают свою голову пеплом, даже скотину не кормят, не поят, да, и все действительно начинают каяться, перестают творить злые дела. Что происходит с этим городом? Ничего не происходит. Бог его не уничтожает. Он его милует, прощает, этот город начинает есть, петь и веселиться дальше. Ниневея после этого оказывается в расстроенных чувствах, переживает и за свою жизнь, но Бог научает и его любви. Этим заканчивается книга. Иллюстрации у меня тоже непростые, они всегда говорящие, видите, чем заканчивается книга, да, я ее не просто так добавил. Читать я всех приглашаю на свой авторский христианский сайт, бесплатно всем доступны эти чтения, эти книги, эти тексты, как вы видите, они все разным цветом, удобно читать, видны диалоги, видны чьи речи, где, что, все понятно, и просто вот с иллюстрациями, я думаю, вам это будет не бесполезно, не безинтересно. Я не просто так в предисловии в своем вот этом кратком таком описании книги две мысли преследовал. Во-первых, что эта книга должна быть первая, да, потому что Бог нам показан любовью, Он помиловал этот город, несмотря на то, что изрек о нем, что он должен быть уничтожен. И второе, что эта книга раскрывает нам тайну, кого? Первой книги бытия, первый глав книги бытия, о чем? Вы знаете, для кого-то, может быть, это будет удивительным, то, что я сегодня говорю. Я тогда напомню еще раз, сотворяя первой главы книги бытия. Бог творит землю и небо, в частности, человека, разделяет его на мужчину и женщину, дает ему заповедь о добре и о любви, чтобы он никогда ее не нарушал. Человек нарушает, обвиняет во всем Бога. И заметьте, Господь давая заповедь, я всегда об этом и говорю при чтении этих глав и комментариях, что Господь дает заповедь о том, что человек не должен нарушать эту заповедь его слова о любви, о причинении кому-либо вреда. И говорит, что человек нарушив его смерть и умрет. Я всегда говорю, посмотрите, верен ли Бог своему слову? Человек согрешает, Адам с Евой и не умирают. Почему Господь их не предупреждал о том, что он все-таки призовет их к покаянию? И что если они покаются, все останется прежним? Ну, потому что все в жизни познаются опытом. Какой смысл Господь им будет говорить не грешить, но если согрешите, покайтесь, да? Они еще не знают, ни что такое грех, ни что такое покаяние. Что такое грех, Бог знал, что они познают, потому что бытие, зло и добро познаются опытом. И когда они вкусили зло опытом, Господь не убил их, как это некоторые любят в своей голове фантазировать, что Бог хотел бы даже их убить. Нет, Господь не убил. И более того, они не умерли, как им пророчествовал Господь. Бог призвал их к покаянию. Вы вспомните, как Господь, ходя по раю, начал призывать. Адам, где ты? Вы помните, что они стали прятаться от Бога? Ну и что, Бог убил их? Или они умерли? Нет. Он все-таки нашел их. Ну, они сами из кустика стали вопить, что вот мы просто испугались, мы же согрешили. Что и Бог мне сказал? Вы все умрете, как я вам обещал? Нет. Он начинает призывать их к покаянию. Что ты сделал? Ну, вы помните, что суть греха-то состояла не от Адама с Евой, не в том, что они просто согрешили, сотворили зло, а в нераскаянности, да, в первородном грехе, как я его называю, они мало того, что не раскаялись, они еще и докатились до того, что Бога во всем обвинили. Ну, в частности, Адам, да. Вот. Ну, Ева-змея, Адам-еву и Бога. Вот и вам весь результат. Естественно, после этого, когда человек не хочет раскаиваться в соделанном грехе, Бог начинает воспитывать его, как, бумерангом, палкой, что посеет, то и пожнет. Ну, образов много, вы знаете, я в своих проповедях и в Библии, нам они все даны, я их использую. Вы знаете, есть такой прием или фишка, как это, не знаю, правильно выразиться, в интернете есть такие, есть такие вещи, еще когда не было интернета, не было видео, я знаю, такие есть даже книги, так писались, или некоторые люди, писатели даже, знаете, писали свое, свое оконцовки некой книги, ему, допустим, полюбившегося автора. В современном мире, мире видео, мире интернета, кто знает, есть культовые фильмы какие-нибудь, и есть, находятся люди, которые снимают, кто знает, иное развитие, а вот если бы было не так, как бы закончилась эта история, и снимают даже целые фильмы другого конца истории. И вы знаете, книга пророка Ионы открывает нам удивительную тайну. Во-первых, подтверждает то, что я вам говорю, но я-то говорю на основе того, что, как вы видите, я опознал просто из Писания. Я всегда, и то, что я вам говорю, вернее, сейчас то, что говорил, когда вот, казалось бы, забудем про книгу Ионы, допустим, ее вообще не было. Мне бы, конечно, не на что было опереться, вот просто я вам единственное говорю, может быть, Бог бы мне это и так открыл. И я верю, что открыл, и Бог просвещает всякого человека, пришедшего в мир, и алчущего, и жаждущего правды всем сердцем. Я, конечно, видел это. Мне это Бог стал открывать, что я же вижу, что Бог не умерщвляет человека, или даже, ну как, Бог никого не умерщвляет, да? Человек сам не умирает просто от греха. Человек умирает от нераскаянности, а от упорства в своем грехе, потому что первый раз, когда человек только вкушает какое-то зло, он только опытом его познает, потому что, к сожалению, по-другому невозможно в этой жизни. Бог за это, как говорит, человек и не судит, буду детским языком вам говорить обычно понятным религиозникам, но, когда человек вторично, знаете такое слово рецидив есть, рецидивисты, преступники, когда вторично, зная, вкусив грех, делает его еще раз уже сознательно. Когда дети первый раз один другого ударил, еще не понял, что будет, а тот ему в ответ, он понял, что бить нельзя, или ребеночек руку сунул, простите, куда-нибудь в костер, да, все, или знаете, как говорят, обжегшись на молоке, на воду дует. Вот когда человек, вкусив зло, делает его вторично, вот тогда да, человек этот умирает, идет во тьму сознательно, да, и вкушает смерть. Первый раз это не грех, на самом деле так, да. И вот мое откровение, когда сначала оно у меня было, я не знаю, что сначала на сердце было, или действительно я через книгу Ион увидел, я уже вам сейчас последовательность не могу сказать, но книга Иона действительно подтверждает эту истину, это мое, хотите убеждение, но я ее выдаю за истину, почему? Потому что мы все это видим. Бог есть абсолютная любовь. И в отличие от Адама с Евой, люди этого города, а это был огромный город, это времена, это времена, ну пусть там тысячу лет до Рождества Христова, в городе было 120 тысяч человек, больше 120 тысяч, это по нынешним меркам огромный город, по нынешним меркам огромный город, а это по нынешним меркам огромный город, а уж в те времена это была столица, 120 тысяч человек, и когда Иона и жалел что бог их не уничтожил да он ему сказал неужели ты думаешь что это ничто более того кто помнит фразу а кто не помнит еще есть не познакомиться бог скажет и множество скота ведь уничтожил был не только люди опять какой-нибудь огонь с неба как на садом агамора упал бы и все вы было уничтожено и через эту книгу мы видим на самом деле что если бы люди если бы адам с его покаялись какая была бы история человечества совершенно другая человек познавая зло кайлс и больше его не делал первые люди потом их не и дети адам с евой каин савелин да то конечно же история человечества развивалась по-другому вы знаете это удивительно я говорю вот многие из вас то что я сейчас говорю когда-нибудь об этом задумывались это так книга пророки и он и не зря и поэтому ставлю на первое место во первых она нам открывает имя бога сущность бога который есть любовь его дела которые эту сущность нам являют дела милосердия полного прощения естественно при покаянии грешника да мы видим это там целый эпопея с ионы как он его вразумляет иону он учит этой любви бог книга переполнена любовью не то что при точнее она есть одна сплошная любовь это единственная книга ветхого завета в которой как и в первых двух главах книги бытие не надо оправдывать бога даже в первых трех не надо оправдывать бога это единственная книга ветхого завета которую можно а я бы сказал больше и нужно читать детям как и первые три главы книги бытия в оригинале не надо никаких детских библий своим детям эту книгу и вместе с ними сначала им потом вместе с ними а возможно потом и они вам надо читать в оригинале в том как она написана там неважно синодального возьмете перевод новые русские там нет ничего того что не было бы достойно бога это просто это шедевр это истина это абсолютная святость это абсолютное благо это абсолютная любовь добро в общем это все самое лучшее самое светлое чего ответ хвоза кто знает не ожидаешь именно эта книга почему вы должна по праву она обязана и у каждого человека в мысли в голове открывать корпус пророческих книг в начале было слово в начале был свет тогда у вас в сердце заложится правильный фундамент чтения дальнейших книг пророков бог благ а человек может быть зол это очень важно я говорю вам откроется вот эта тайна почему я вам говорю что обязательно ее потом когда-нибудь еще раз вы перечитаете после книги пророки и он и опять возьмете три главы почитаете вы увидите все это то о чем я говорю почитайте и евангелие вот что такое пророки вот что такое пророк и он и почему эта книга я так потренировался дал предисловие вот не верю хотел вас заинтересовать за мотивирует все-таки этот канал у меня пропать называется свободный какой-то я хотел гибрид сделать и добавить ее этот этот ролик я хотел его как черновиком добавить в тот общий плейлист на библия перед пророками но я говорю когда откроется там первая вот эта книга пророк и но и он и я уже запишу нормальное большое предисловие вот типа того что конечно сегодня говорю но уже более подготовлена после записи публичной записи прочтения публичного прочтения записи всех книг пророков конечно же это будет другого формата другого качества ролик ну я может быть и добавлю этот первый все равно он лично не будет что где-то я что-то всегда говорю по-своему я вернее конечно этот нам добавлю туда чтобы он был вот но мне хочется в общем просто поговорить до кого-то замотивировать итог какой в принципе я думаю что все сказал что хотел давайте еще раз вернемся к списку книг во первых давайте так и начнем с общей рекомендации вообще по чтению вообще по чтению кто может быть на этот ролик или с кем-то поделится и вы только начнете знакомиться обязательно в жизни прочтите книгу бытие ну как всегда по возможности сначала ну хотя бы три главы должен знать каждый даже и вы и вы своим детям это как-то должны донести про родители не говорю родители у детей не во власти я имею даже взрослых детей их престарелых родителей к сожалению это бывает целая проблема но пока дети в вашей власти это можно попробовать в любой форме пропадать чтобы не вздумайте читать какие-нибудь детские варианты все это ерунда чушь и извращение первые три главы книги бытия обязательно читать в том оригинале уж какие дошли до нас синодального там нового русского не важно тут не суть важных переводов уже себе потом детям уже пока дальше не обязательно читать им достаточно первые три главы сотворение всей все все всего что есть человека в частности и его грех падения дальше уже сами до 6 прочтете хорошо до 9 хорошо сейчас не буду даже озвучивать о чем они кто знает тот знает кто нет почитать до конца прочтете хорошо история иосиф это 10 это пятая часть книги бытия это великолепная история о великолепном человеке ветхозаветного времени поэтому книгу бытие она конечно ее должен знать каждый человек каждый дальше естественно я говорю вы можете все пропустить прочитать хоть раз в жизни книгу пророка иона это четыре главы это маленькая книга я говорю я специально даю вот эти вот рекомендации кажется кому-то банально кто слушать почитал вы знаете люди разные могут попасться кто впервые кто-то все не понимает для него это каша этой библии для меня вот для меня это конечно все уже давно вот такие вот тетрадочки я все понимаю я не могу даже попасть уже в шкуру того человека простите за грубое выражение да ну в тело того человека в ум в позицию в жизни этого человека который вот может не раз жизни этого не читал мне даже я поэтому стараюсь и пересиливать и говорить банальные вещи потому что возможно будет слушать который только на первых ступенях это минимум бытие первые три и он это минимум чем больше вы будете прибавлять в бытие пожалуйста прибавьте пророков пророков можете любых почитать из малых я даже не знаю кого он посоветовать они все очень средненькие но действительно чтобы понять общий дух всех книг пророков я бы посоветовал и саю он самый большой но при этом вы как бы в нем охватить и все из сайта 66 глав по объему это четыре евангелия ну вы обхватите всех пророков так скажем вот этих и малых и больших я не говорю что вы понятно это не это не говорит о том что другие пророки недостойны чтения ни в коем случае это я говорю ну вы видите такую двойную нитку и тяну первое так скажем слабенький уровень максимально это понятно все но я возьму максимальный из малого да то есть первое это там три клавы бытия иона все хотя бы это ветхом завете хоть раз в жизни я умоляю прочитать тех кто очень никогда этого не читал это раз к этим людям второе это как можно раздвигать и книгу бытие желательно до конца и прочесть и к его не прибавить из а вот вам вторая ступенька то есть первое я узнаете как это как пакеты бизнес пакеты продают или как ты но любые пакеты услуг интернета телевидение сим-карты телефон и первый пакет от первые три главы бытия иона 4 главы 7 глав всего из ветхого завета будьте любезны прочитайте в жизни второй пакет бытие иона и исайя третий пакет по мере возможности тяните что исторические книги но я вам говорю нет смысла и других пророков изучать там даже псалтыр читать это тогда уж вы должны последовательно делать прочитать все до царств все царства все исторически вот эти прочитать уберите только не читайте эздру не имея эсфирь после вавилонского плена и когда вы прочитаете все от исхода до вавилонского плена тогда уж начните возьмитесь за пророков иону амаса вы уже знаете помните как джентльменах удачи английский я знаю girl чувиха банк можем брать посольство да вот иона уже ссай вы знаете по разу но я шучу мне хоть немножко поюморить вот тогда уж действительно прибавлять если вы осилили вот эти исторические книги все от исхода до пролипоменон тогда уже прибавьте всех пророков потому что даже даниил будет вам непонятен вавилонский плен откуда он кто это на выхода носор это все как туда даниил попал что это за времена а как раз вы до него дойдете ну и новый завет я сегодня хоть мы говорится пророков все-таки новый завет это евангелие да мы все прекрасно понимаем и теперь так мы как коснулись нового завета еще раз о пакетах почистим последний раз уж будьте любезны это 1 я вот так чуть-чуть выделю как будто это это все первые три главы книги бытия это пророк иона и это евангелие от марка это минимальный пакет который должны знать вы причем даже если вы не христианин я вот знаете я вот карант читал я веду знаю я сутры знаю да я буддизм знаю индуизм знаю я изучал эти религии я не простой христианин да и вот это должны знать ваши дети если вы действительно родители христиане и все это читать надо не в детских библиях а в оригинале чем неважно с какого возраста хоть с трех лет хоть с пяти когда они вас учатся читать подложите им это когда они задают домашнее задание свободное чтение подложите им это ну подложите я образно говорю не прям что скрытно или так мы что будешь тренироваться поэтому и все как норму даже не спрашивайте а у тебя любое читание читаем сегодня вот это первые три главы книги бытия иона и евангелие от марка евангелие от марка самое великолепное в том плане она самая короткая она динамическая она эпизодами она без длинных речей глубоких иисуса она будет понятно даже ребенку вот первый вам пакет детский пакет назовем его да ну и немощным пусть и взрослым инвалидом духовным больным который ток приходит к пока им еле ползут богу второй пакет бытие целиком тот же самый иона у нас идет прибавляем и саю ну и максимум действительно могу порекомендовать уж если даниила все таки тоже во второй пакет и саю и даниила но прежде саю естественно во втором пакете полное прочтение четырех евангелий книгу деяний ну и у павла огромное наследие даже тут я всегда это как минимум хотя бы действительно кто знает это четыре разных послания иаков петра иоанна и иуды это в иуде там нет ничего особенного иакова 2 петра 3 иоанна обязательно ну и с павла кто знает они поддельно тоже так духовно ну я бы рекомендовал я бы рекомендовал я бы рекомендовал галатам едва коринфянам вот так вот это второй пакет кто идет это такой юношеский помнить как и она говорил хвалю вас дети хвалю вас что вы победили до хвалю вас отроки хвалю вас юноши хвалю вас старцем это второй ну и последний пакет конечно же это уже тогда полностью исторические книги с бытие по пролипоменон даже уберите отсюда не он не нужны по царства при помимо можете вообще не читать ни в каком пакете можете забыть про них в них ничего больше не сказано чем в царствах не в них меньше чуть другими словами вообще можете о них забыть а вот бытие исход левит числа второзакония иисус навин судьи руфь и четыре царства исторические книги прочесть надо тогда уже за ними прибавляете псалтырь притчи экклезиаст весь песни если вы не прочитаете тоже переживете книгу его вы хотите сразу хотите потом естественно уже тогда спокойненько добавляете всех пророков последний читайте и уже тогда весь новый завет читать его желательно не совсем в канонической последовательстве об этом вы узнаете уже на моих каналах библия особенно если будете читать это вместе со мной потому что особенно под конец вы с вами видите это фессалоникийцам и книга откровений фессалоникийцам надо читать перед книгой откровений и вот тогда вам вся библия станет доступна понятно и проста ну вот в принципе все что я сегодня вам хотел сказать ролик часовой получился я так и оставлю эту картинку пусть для разнообразия действительно я дознать какую мысль подытожу чтобы она все-таки к значку ролика к его теме соответствовал пророки книги пророков книги пророков конечно же прочитать бы надо христианину знать изучить даже их надо на сегодняшний день на день выход этого ролика на 8 января я вас приглашаю на их прослушивание хотя я даже еще ни одной не записал но думаю господь все благословит все будет то с лета я вас приглашаю на свой канал ну я и сейчас приглашаю на свой канал христа люби библии 4 чтение библии иных писаний где вы все вот это найдете если вам скучно неохота лень тяжело читать самому пожалуйста давайте читать вместе ибо весь новый завет и ветхий завет до пророков вот эти исторические учительские книги которых мы сегодня много уж поговорили все у меня записаны все они в открытом доступе абсолютно бесплатно читайте смотрите пишите ваши задавайте вопросы звоните мне в личку через любой мессенджер социальную сеть или телефон или skype я всегда со всеми открыто общаюсь что-то непонятно хотите что-то обсудить поговорить я всегда особенно с добрыми сердцами кто я все помогу с ищущими алчущими жаждущими но они естественно желательно должны быть добрыми или хотя бы этого всячески желать я всегда все объясню хоть по тысячу раз несмотря на то что все это я в роликах говорю да конечно я ничего не боюсь кто знает я всем говорю я и всех спорщиков пожалуйста хотите мне что-то мозг вынести звоните в skype и давайте делать будет седу публичную не не шушукаться как никодим к иисусу приходила пусть все на вас посмотрит пожалуйста вы же хотите мне правду матку доказать и обвиняйте меня в публичном совращении людей с истинного пути до ваших псевдо христианских сект то пожалуйста давайте тогда обличайте меня публично я же не против озвучивайте тему звоните включайте камеру все записывание из канал специально для этого созданный кристалю беседы туда все выкладываем вы высказываете свою точку зрения свою конструктивно говорите в чем вы считаете не прав почему и как это ваше мнение остается вашим я имею право после вашей критики ваших мнений советов оставаться тем кем я являюсь и говорить то что считают нужно я вам в ответ скажу то что я думаю вот так вот на этом у меня все просто игру бессмысленно читать пророков без чтения всего этого поэтому или хотя бы вторая моя рекомендация вот и может быть у вас до того момента так как сейчас на библии выходят вот эти псалмы пор очень коротенькие у всех есть шанс нагнать за полгода и посмотреть весь ветхий завет до пророков что мы уже с вами почитали вот до этих учительских книг для псалты потом потому что вы сможете одновременно смотреть и псалты там допустим который уже будет не свежих примерах выходить а вы сможете просто досматривать их по плейлисту а свежий смотреть ролик тру будет выходить получается можно сказать с осенью уже двадцатого года из конца лета будет уже как премьер на выходить все эти видеоролики вы сможете по пророкам смотреть поэтому изучите хотя бы исторические книги с бытие по царствам потому что иначе читать пророков которые будут я говорю вот вкраплены в эти последние события описаны в книгах царств так назовем последними до перед вавилонским пленом ну тоже это все знаете иначе все это стихи на вырванном контексте будут такие мои рекомендации может быть нельзя их назвать простыми да я понимаю все вы люди многие семейные вас там заботы хлопоты но каждый делает свой выбор как ему жить на что пола на что распределять свое свободное время или выделять для чего времени на это ваш путь я заставить никому него не могу я могу как иисус как бог лишь призывать к чему-то лучшему у меня на этом все всех был рад увидеть услышать буду рад в комментариях почитать ваши эмоции мысли размышления со всеми прощаю всем желаю всякого блага до встречи в следующих роликах пока пока